Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Я работаю визажистом уже более 25 лет, и на своем канале я помогаю женщинам почувствовать свою красоту. И рассказываю всякие кишечки, которые используют визажисты в своей работе, для того, чтобы вы могли этим воспользоваться и с легкостью, и в удовольствие сделать себе красивый макияж, который идеально подчеркнет ваши достоинства. И сегодня речь пойдет о том, как же сделать красивый макияж глаз, и, конечно же, про базовые коричневые тени. Очень много вопросов. Ой, сколько я не пробовала коричневые тени, постоянно получаются воспаленные глаза. Жанна, ну сколько можно? Ну вы постоянно с этими коричневыми тенями, уже устали от вас. Ну можно что-нибудь сделать цветное, яркое? Давайте по порядку. Как делаю я? Если мне хочется какой-то цвет, честно говоря, я покупаю или украшения, или одежду цветную, но не делаю цветной макияж. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на этих красоток. А какой у них макияж? И когда мы смотрим на всех этих знаменитых женщин, мы же почему-то не возмущаемся, а что это Моника Белуччи вечно со своими коричневыми тенями, и с натуральной помадой, или с красной. А что это Анжелина Джоли постоянно тоже со своим натуральным макияжем? Но при этом мы восхищаемся их красотой. Хватит сразу красками, достаточно уже накрасились. Пришло другое время уметь подчеркивать свои достоинства без яркого антуража. Если вам это очень нравится, ради бога. Вполне мне достаточно, и получаю я удовольствие от того, что я, знаете, в интерьере купила желтую подушку, или купила какой-нибудь яркий аксессуар. Поэтому сегодня урок будет посвящен тому, чтобы сделать базовые тени и скорректировать века, потому что оно имеет определенные изменения. Вот как сделать чистый красивый макияж, как подчеркнуть разрез глаз, как увеличить глаза, если это необходимо. А то бывает лицо увеличивается, а глаза нет. Поэтому сейчас подробно все это покажу. Первая ошибка, которую часто делают девушки, это то, что не используют базы под тень. Я как раз только что показала, что у меня здесь, видите, кожа, она красноватая. И если я возьму на вот эту вот красновато-розовую, может быть, это коричневый пигмент вашей кожи, может быть, фиолетовый, то есть вот эта зона, она может быть у каждой там своя по цвету. У меня она розоватая. Если я еще при этом возьму неправильную кисточку, ну что такого неправильного, вроде бы нормальная кисть, что? Что не так-то? Вот я набираю тень, вроде бы не самый светлый цвет, такой базовый, все как учат. Набираю и начинаю наносить. Вот я наношу. Естественно, страшно наносить высоко, наносим очень близко к ресницам. Когда глаза закрыты, то получается, что рисунок теней, он неконтролируемый. То есть мы не понимаем, а куда вывести эту линию? Глаза-то закрыты. Дальше. Когда глаза приоткрыты, вы можете вот так вот смотреть в зеркало и при этом делать вот эти движения. И у вас тени попадают на ресницы. То есть вы кисточкой прямо вот так вот по ресницам. И проводя кистью по ресницам, у вас тени, которые на кисточке, они осыпаются и дают грязь под нижние века. Это не так страшно. Хуже всего, когда эти же тени осыпаются прямо в глаза. И у вас получаются вот здесь вот эти крохи. И эти крохи дают как раз воспаленный эффект. То есть до этого белки были белые, каял был белый, а теперь у вас раз и получается, что вроде бы покраснели глаза. Тени плохие или еще что-то. На самом деле это один из моментов. Потом, когда глаза закрыты, смотрите, как получается. Глаза закрыты, вы чаще всего делаете вот это движение брови вверх. Ну так удобнее же века приподнять. Вот оно опущено, вот оно приподнято. И вот так вот делаем. И смотрите, что получается. Даже так и не думая, но залезаем вот на эту зону. На внешний слезнячок. Что это дает? Это дает, видите, пятно. И опускает глаз вниз автоматически. Ну вот я так и думала. Вот, пожалуйста, видите, глаза заплаканы. Потом, конечно же, надо прокрасить снизу. Снизу движение тоже. Можно попасть до слизистой. Я почему все это говорю? Потому что я очень часто наблюдаю за своими студентами или клиентами, которые делают вот такие ошибки. Поэтому понимаю, почему они недовольны результатом. И вот смотрите, вы берете, вы так вот делаете. Можно в глаз попасть случайно. Есть такое? Есть такое. Очень часто. Если еще кисточка не чистая, а уже там много-много теней накопилось там за месяц, то и больше. То есть кисточки не обрабатываете. В итоге получается грязь. И вот в конце концов это будет выглядеть вот таким вот образом. И как раз на этом этапе многие говорят, ну я так и думаю, что мне это не идет. Вон какой уставший, воспаленный глаз. Вот абсолютно согласна. Потом, когда глаза открыты, очень страшно вот сюда вот красить глаза. Ну тень точнее. Когда глаза открыты, смотрите, да? Видите, где рисунок тени? Вон куда упал. И посмотрите, и у меня здесь вдруг нарисовалась вот эта новейшая века. Вот вроде бы его только что не было, но вот так и явно. А это как раз из-за того, что когда глаза прикрыты, вы делаете вот этот рисунок, вы затемнили вот эту часть века, подвижную. В итоге темный цвет дает эффект глубины. То есть мы, грубо говоря, утопили вот эту зону. Соответственно, с этой частью что? Она выпрыгнула. Вот и получается, что после прорисовки таким цветом, пустым еще, а пустым, это тот цвет, который практически тает в тон кожи и создает вот этот вот уставший вид. Вот ошибки в макияже. Поэтому нужно брать тени не пустые, а пигмент более сочный, кисточку поменять другую, базу нанести под тени, правильно ресницы накрасить, там что ресницы еще неправильно красть. А неправильно это как? Это когда не от корней, а вот так вот чуть-чуть по кончикам прокрасили, и все. Еще, да, любимый момент, это же, конечно же, надо какие-то блестючки нанести. Вот здесь же есть красивый цвет. И наносит блеск, смотрите, каким образом. Вот так вот на подвижное веко, очень близко к ресницам, вот сюда вот. И пальцем задевает вот этот вот внутренний уголок глаза. Задевает внутренний уголок глаза и зону под глазами. А еще я вижу, что многие визажисты, ну в основном, конечно же, девчонки молодые, красивые, когда они красят, сейчас я вам покажу, тени вот в этой зоне, то они как раз специально еще красят вот здесь и немножечко заходят вот на эту зону. И что получается? А получается, что мы как раз вот тут, где у нас, у взрослых дам, много морщинок, мы еще больше их подчеркиваем. То есть вот эти тени блестящие, я думаю, что хорошо очень видно, да? Вот, они усиливают все вот эти вот морщины. Красиво? Нет. И смотрите, я вот так делаю, видите, вроде бы не так много, а если я вот так сделала, посмотрите, сколько много здесь тени. Вот это ошибка в макияже. Поэтому вот так вот сюда наносить тени не рекомендуется. Иначе мы здесь усилим себе и мешки, и морщины. И в итоге, еще, кстати, да, вот такая ошибочка, наносить сюда и немножечко растушевали вот на эту зону. В итоге получилось, что мы вот этим блестящим красивым цветом закрасили практически все подвижное веко, а коричневый цвет у нас остался вот здесь вот. В итоге получается вот такой эффект. Все, глаз опустился, и он действительно будет казаться заплаканным. Что нужно сделать? База под тени. Плюс еще, кстати, важный момент, что если у вас нет базы под тени, а вы наносите, например, консилер, консилер это то средство, которое мы наносим вот на эту зону. Можно его наносить на верхний веко? Можно. Просто консилер, к сожалению, не дает такой стойкости, как специальная база под тени. У меня четыре фаворита на сегодняшний день. Это база, точнее тени кремовые фирмы Мак, называется Пейнтерли. Также у меня моя любимая база Нарс. Хороший аналог бюджетный Нинель, тоже с пигментом, который выравнивает тон кожи. И база Кико. Она одна единственная там, она тоже с тонирующим эффектом. Сейчас я воспользуюсь Мак Пейнтерли. Наношу от самых ресниц, очень и очень близко к ресницам, чтобы закрасить как раз все венки. Потом складка глаза, чтобы у меня здесь тени держались очень хорошо и не скатывались. Наношу достаточно быстро. Чем отличается база от консилера, что она очень быстро фиксируется. Поэтому здесь очень важно прямо не запустить этот момент растушевки. сделать все очень качественно. Много не надо, тонкий слой достаточно, и уже будет очень хороший результат. И если, например, сравнивать там накрашенный глаз или нет, то здесь будет розовое, красное или коричневое, у кого какое. А в данном случае, видите, получается уже абсолютно ровный цвет. Соответственно, цветопередачи теней будет более качественный. То есть цвет будет смотреться ярче. Еще важный момент – это зона вокруг глаз. Если вы здесь не очень тщательно проработали свои синячки, а также вот эти покраснения, они могут быть не только сверху, но и снизу, то тогда, опять же, коричневые тени, когда наслаиваются на свой розовый пигмент, тоже дают вот этот очень заплаканный, прямо уставший коричневый цвет. Когда мы делаем макияж глаз, у нас есть конкретная задача. Почему мы выбрали именно коричневый цвет? Чтобы скорректировать изменения. Вот здесь появляется какой-то объем, здесь его не так вроде много, потом здесь может быть объем, плюс еще тонус кожи сам, он снижается. И здесь целый квест, чтобы сделать красивую растушевку. Если у вас неправильная кисть, даже тени, если они замечательные, они могут дать, опять же, уставший вид. Поэтому выбираем кисточку, чтобы она была обязательно вот такая вот пышненькая. Это первая кисть, которая нам нужна. Потому что благодаря именно такой кисточке мы сможем сделать вот эту вот мягкую, красивую растушевку. И еще ключевое, первый вот этот рисунок теней делается при открытых глазах. Чтобы это получилось сразу быстро и качественно, мы берем не самый темный цвет. Вот я сейчас беру вот эту палетку Manly Pro. Это у меня Da Vinci. Вот. И беру вот этот цвет, который не самый темный. Для того, чтобы как раз не сделать несколько ляпов, а попасть в то место, которое нужно. И это будет первый цвет, который дает сразу легкую растушевку. Беру эту кисточку. Это у меня кисточка Manly Pro 31. Набираю со всех сторон. Это важно. Если наберете не со всех сторон, будут пятнами. Дальше обязательно встряхиваю. Это тоже главный элемент в технике. Почему? Потому что все вот эти цепочки, которые вы набрали, могут осыпаться вот здесь. Опять будет некрасиво. Дальше. Глаза открыты. Лоб не поднимаем. Никакую гримасу не делаем. Здесь очень важно, чтобы вы смотрели прямо вот так вот в зеркало. Не в таком положении. Не в таком положении, а именно прямо. Глаза открыты. Не эмоционируем. Держим лицо. И как раз очень хорошо видно. На самую выступающую часть века я наношу тень. Как раз и создаю тень. Матовый тень. Обязательно. Это прям принципиально. Если не будет блестеть, то любой блеск в этой зоне даст объем. Когда вы нажимаете кисточкой, старайтесь, чтобы у вас кисточка не выдавила глаз, а еле касаетесь до века. Прямо еле-еле касаетесь. Почему? Таким образом у вас будет ровный рисунок. Если вы нажмете на кисточку очень сильно, то за кисточкой у вас будет вот так вот кататься кожа. Это будет ошибка. Вот этого нельзя допускать. Для того, чтобы получился хороший рисунок, важно, чтобы кисточка как раз была пышная. Когда она пышная, вот у нас получается вот этот вот легкий, деликатный, но при этом абсолютно правильный рисунок. Это только первый этап. И смотрите, уже видите, глаз как будто бы немножечко приоткрылся. Теперь я эту кисточку убираю и беру кисточку чуть поменьше. Это у меня 137, тоже Мануэпро. Она вот такая, видите, более плоская. Что я делаю? Я теперь беру цвет чуть темнее из этой же палетки, только чтобы вот этот цвет. Теперь беру вот этот. Набираю с двух сторон. Затем, посмотрите, опять встряхиваю. Я всегда это делаю. После этого наношу уже на внешний уголок глаза. Вот тут можно брови поднять и нанести, посмотрите, близко к ресницам. Затем до складки глаза у нас вот этот треугольничек, он приблизительно будет до внешнего края радужки. Вот если я прямо смотрю в камеру, да, вот внешний край радужки, вот приблизительно до внешнего края радужки, это должен быть темный угол. Еще раз набираю. И еще раз вот такими аппликативными движениями, смотрите, как бы прихлопываю, набиваю, чтобы у меня в этой зоне был плотный цвет. Здесь у меня цвет посветлее, тот потемнее. Таким образом у меня вырисовывается форма. Опять набираю темные тени. И еще раз, смотрите, вот на эту часть века, вот она у меня, объемная, я хочу сделать ее менее объемной, поэтому я стараюсь кисточкой прямо точно попасть в самую выступающую часть века. И вот, вуаля, у меня получается все более-более открытый глаз. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный, и в то же время вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%, ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца, и кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ, это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи, естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи, цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем, усиливается тургер кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я и говорила, очень важный момент, чтобы сохранить его на длительное время. Теперь надо соединить с нижним веком. Тоже часто ошибка. Сверху нарисовали, а снизу нет. Конечно, тут индивидуально. Надо смотреть, какая у вас форма глаз. Там для каждой формы глаз есть свой определенный рисунок. Но все-таки, смотрите, если вы рисуете только сверху, а вы тут не трогаете, то тогда вот эта часть века, она может тоже быть как будто бы опущенной. Соответственно, необходимо верхнюю линию поддержать. Значит, опять у меня темные тени. Набираю вот на эту тонкую кисточку, относительно тонкую, я имею в виду по сравнению с пышникой, и немного под ресницами, но не близко к ресницам, а немножечко отступая, буквально в данном случае, на один миллиметр от корня ресниц. И соединяю, получается, верхний рисунок и нижний. И посмотрите, насколько увеличивается глаз. После этого беру опять кисточку, которая пышненькая. Сейчас я опять набираю вот этот цвет, совсем немножко. И этой кисточкой, вот этот вот рисунок, делаю более мягкий. Мягкий это что значит? Это я по контуру растушевываю, чтобы была дымка. И эта дымка создает вот иллюзию естественной тени. То есть нет ощущения, что там как-то намазаны пятнами тени. И вот на эту часть века мы можем наносить любое украшение. Берем одну и ту же палетку, например, я сегодня могу использовать серо-голубой, или вот такой вот серый, или бронзовый, или розовый, или золотистый, или бежевый. То есть вот эти вот сияющие тени, они создают как раз эффект нарядности. И в зависимости от того, что у меня в цвете, в одежде, я могу выбрать как раз тот красивый цвет, сияющий, который будет сочетаться с моей одеждой. Поэтому вот это базовый для того, чтобы что? Чтобы сделать в глазах более открытым, скорректировать на вешей века. То есть как раз такая база, которая необходима мне на каждый день. А теперь я хочу украсить. И вот в качестве украшения у меня будет или цветной карандаш, или цветные тени будут на эту зону. Я могу в зависимости от своего настроения каждый день менять макияж, и каждый день наносить разные вот эти цветные тенюшки, которые будут мне давать определенный такой драйв. Так, я набираю вот такой вот хамелеон. Он такой двухцветный, какой-то серо-зеленый. И наношу только вот сюда вот на центр. Нанесла на центр. И растушевка у меня не в эту сторону, не там, где тени матовые, а наоборот больше к внутреннему уголку глаза. Тут деликатно нужно нанести так, чтобы пальцем не залезть вот на эту зону. Но если залезли, ничего страшного. Просто берем консилер, там или кисточку с консилером, и аккуратно убираем. Тот консилер, который вы использовали для зоны глаз, он нам нужен в конце уже макияжа. Вот здесь вот сделать чистый рисунок. То есть я беру консилер. Если там какой-то большой аппликатор, соответственно, им не нужно. То есть вы наносите на руку. Это у меня консилер Шик 02. И смотрите, набираю на кисточку, и кисточка в данном случае, или это может быть спонж треугольный, сейчас тоже покажу. Мы делаем вот такой вот рисунок, как будто бы темную линию, делаем более точеной. Видите? Если вдруг у вас там рисунок куда-то пошел не туда, что-то осыпалось, в конце, когда вы уже закончили с тенями, мы делаем вот этот вот чистый, четкий рисунок. И получается, что рисунок тени, видите, он сразу становится более правильный. То есть глаз приподнят. Но все равно может кому-то показаться, ой, все равно глаза какие-то болезненные. Да, потому что еще мы не закончили, мы не до конца сделали макияж. Вот такой вот у меня фиолетовый карандаш. Любой другой. Может быть и коричневый, и черный грубоват, а только прям жгучим брюнеткам. Что я делаю? Я беру вот так вот, раскрываю глаза и прорисовываю между ресницами, чтобы сделать ресничный контур более четкий, более яркий. Это тоже дает эффект более качественного макияжа. То есть мы таким образом за счет прорисовки вот этой темной линии или цветной как будто бы уводим вот от этого уставшего взгляда. Конечно, ресницы здесь играют ключевую роль. Если ресницы как-то накрасить, не докрасить, то тогда опять может получиться уставший взгляд. Ресницы я подкручиваю всегда. Мне нравится. Почему? А как раз еще для того, чтобы скорректировать веко. Если веко, например, или глубоко посаженное, или наоборот, объемное, нависшее веко, то ресницы, которые правильно подкручены, они еще больше закрывают все это нависание. Тушу меня Сенсай 38. Еще я люблю Вивьен Сабо. И крашу от самых корней. Готово. Не забываем про нижние ресницы. Пускай немножечко, но все-таки прокрашиваем. Но не всем, кому как нравится. Еще важный момент. Это румян. Значит, если вы не хотите, опять же, чтобы здесь была какая-то розовинка, если вам кажется, до сих пор, но все равно что-то не то, какая-то уставшая, то если я сюда сделаю цвет, например, красноватый, или в данном случае там розоватый, чуть посочнее, у меня еще пока румяна нету, то таким образом у меня все, весь розовый цвет уйдет вот сюда, на щечки, и будут опять же менее красные глаза. У меня в данном случае в качестве румян это тени Inglot, это один и тот же цвет, 213-й, а я использую их как румяна. Они, кстати, матовые. И вот, что я делаю. Наношу такой холодный тоже цвет румян и перетягиваю акцент розовинки вот сюда на щечки. Этой же кисточкой набираю вот так вот и чуть-чуть добавляю вот на край тени, совсем немножечко, вот сюда. И что это дает? Это дает соединение тени румяна, и получается, что композиция, она такая общая, достаточно гармоничная. Ну вот, видите, вот чего мы добивались. Естественного рисунка тени, такой мягкой поволоки, чтобы просто сделать глаза, ну скажем таки, более открытые, красивые, но при этом типа не накрашенные. Вот. Мой любимый макияж. И в первый мир, пожалуйста, любой наряд мы надеваем, и в итоге смотрится макияж актуально всегда, потому что просто красивые, открытые глаза. Поэтому, девушки, нужно научиться делать вот эту вот базу. Это база. Без этого дальше никак. Вот. Вот второй мой лысый глаз. Нету консилера. Видите, нет? И вот сравниваем. Видите? Вот эта зона очень важна. То, что говорила, обязательно базу под тени. Вот тут вот все выравниваем. Вот этот внешний следничок, обязательно он у нас, как правило, у многих имеет какой-то цвет. Розовый, коричневый. И создает вот эту вот линию вниз. Так, ну вот я сделала макияж. Посмотрите. Если есть какие-то недочеты, они могут быть. Вот тут тоже важный момент. Не придирайтесь. Потому что можно оттачивать технику просто часами. Если есть какие-то погрешности, небольшие, то они не будут восприниматься, как грязный макияж. Грязный макияж, это такой термин у профессионалов, когда сделано, ну все неправильно. Неправильно с точки зрения технологии, не те средства вы взяли, например, как пустые тени. Неправильно с точки зрения техники, неправильно с точки зрения пропорций. И вот это все вместе создает такую некую кашу на лице, что лицо не выглядит красивым. Поэтому знать основу базового макияжа, тем более этот базовый макияж, он, ну то есть есть некая классика, которая с каждым годом как-то трансформируется. То есть сегодня модно вот это направление, завтра вот это, но есть все равно основа, на которую это все, скажем так, накладывается. И когда вы знаете эту основу, то все остальные тренды вы сможете для себя применить и сделать качественный, красивый макияж. Также тени подбирайте. Девушки, вы думаете, что только к цвету глаз? Нет. Поэтому сейчас наверняка будут вопросы там, а каким глазам, какие тени? Поверьте, в первую очередь мы смотрим не на цвет глаз, а на цвет кожи, какая у вас кожа. Если вы шедеврально подходите к выбору тонального средства и делаете идеальный тон, то тогда вы можете тени подбирать под цвет глаз, для того, чтобы усилить цвет вашей радужки. Круто? Да. Но, если у вас какие-то есть особенности, то тогда тени подбираются так, чтобы скорректировать цвет кожи. Это же каким образом? Если у вас лицо красноватое, и эта краснота вам мешает, и закрасти ее достаточно тяжело, то тогда лучше выбирать тени больше холодного цвета. Например, коричневый холодный. Это цвет горького шоколада. Это коричнево-серые тени. Тогда на фоне холодного пигмента теней ваша кожа, которая с красноватым цветом, то есть как холодная тоже, будет смотреться чуть потеплее. Ну, понятно, что вы еще используете тональные средства дополнительно. Если наоборот, другая ситуация, что у вас кожа имеет желтоватый цвет, соответственно, если тени будут больше цвета такого оранжево-коричневого, да, теплый цвет, то тогда вы таким образом вот этот оранжево-коричневый цвет на себя возьмет вот эту яркость, и цвет кожи будет смотреться не такой желтоватой. Вот такие вот есть нюансы, которые будут дополнительно помогать вам корректировать не только века, то есть мы не ориентируемся вот так вот на глаз, мы смотрим на лицо в целом. Дорогие девушки, я надеюсь, что было полезно. Напишите, пожалуйста, узнали ли вы свои ошибки, то, что я показала в этом видео. Напишите еще, пожалуйста, тему, которая вам будет очень интересна, чтобы я ее осветила, чтобы вы, опять же, смогли воспользоваться профессиональными навыками для себя любимой и сделать ваше лицо более совершенным. Я уверена, что мы все красавицы, самое главное, это такой, ну, немножечко, может быть, научный подход для того, чтобы подчеркнуть то, что у нас есть от природы. спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И также у меня есть еще и телеграм-канал, и дзен-канал, и в ВК есть канал, поэтому вы можете меня найти практически во всех соцсетях. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok